Итоги и планы на будущее в администрации Саратова сегодня обсуждали отопительный сезон прошлого года и ставили задачи на 2010-2011. Главное достижение в подавляющем большинстве домов установлены приборы учета. Основной недостаток – огромная задолженность населения. Около 2 миллиардов долгов. Вы говорите, будем работать с населением. Ну что значит работать с населением? Это вообще какая-то фраза. Есть ли у вас конкретный план? Есть законодательство. В соответствии с этим законодательством мы проводим работу по взысканию долгов. Это подача в суд, исковые и так далее. Судя по вашим данным, значит задолженность населения у вас 855 миллионов рублей. Сумма поданных исков составляет 55,2 миллиона рублей. Взысканных всего 14,5 миллионов рублей. То есть по сути дела очень слабая идет исковая работа. Параллельно за должностью растет и количество жалоб на недобросовестные управляющие компании. Поэтому вопросы о качестве коммунальных услуг, по мнению главы города, надо решать на собрании жильцов, инициатором которых должна стать администрация. Если обслуживающая организация жителей не устраивает, надо менять либо ее, либо руководителя. Было бы желание у администрации этим заниматься. Встречайтесь с жителями. Если жители недовольны, помогайте им менять директор и менять эту управляющую компанию. Что вы думаете? В планах на будущее реорганизация городской системы теплоснабжения. Часть устаревших котельных ликвидируют, а дома подключат к ТЭЦ волжской генерирующей компании. Это поможет сэкономить на затратах. Либо это будет договора долгосрочной аренды, либо будет создано совместное предприятие, учредителем которым будет в том числе администрация города Саратов с дальнейшей передачей функций эксплуатации в ТТК. В целом, минувший отопительный сезон депутаты признали удовлетворительным. Теперь главное – качественно подготовиться к новому. Динара Дусалиева, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.